Здравия всем любителям хоккея! Мы все еще продолжаем подводить итоги минувшего сезона. Как некоторые угадали, сегодня мы поговорим о том, как проявили себя хоккеисты, выбранные в первой десятке прошлогоднего драфта новичков. Пиши в комментариях, какой топ будет следующий, и первая пятерка угадавших попадет в выпуск! Первая десятка драфта 2018 показала себя на высшем уровне значительно лучше, чем новички 2017. Больше игроков с первого же сезона закрепились в командах NHL. Больше интриги в местечковых спорах новичков, больше голов, передач и красивых моментов. Сегодня мы напомним вам, как провели свой первый сезон хоккеисты, выбранные в первой десятке драфта 2018 года. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В возрасте 19 лет, выглядящий на все 40, Эван Бушар стал самым молодым защитником в истории Эдмонта Нуэлиос, забросившим шайбу в матче NHL. Эван провел стандартные 7 игр в составе основной команды, потом из-за тонкостей с контрактом новичка вернулся в Лигу Онтарио, где стал по итогам сезона лучшим защитником турнира. Ждем канадца в составе нефтяников на постоянной основе уже в следующем году. Виталий Кравцов сыграет за Рейнджерс лишь в следующем сезоне, но этот год должен был стать прорывным в игре нападающего. Правда, получилось хуже, чем ожидали. Всего 21 балл за результативность в 50 играх за трактор и не самые лучшие впечатления по сравнению с прошлым сезоном. Начало в Рейнджерс обещает быть тяжелым. Одноклубник Бушара по Лондон-Найтс Адам Боквест в главную команду Чикаго не поднимался, но за сезон в Лиге Онтарио успел настрелять 60 очков в регулярке и 13 баллов в 11 матчах плей-офф. Похоже, за один сезон шведский защитник неплохо освоился на североамериканском льду и готов показывать широкой публике, за что его называют вторым Эриком Карлсоном. Куин Хьюз успел везде и за Мичиган попылить, и последние пять игр в составе Ванкувера провести, и на два чемпионата мира съездить. И всюду оставил прекрасное впечатление. Особенно обрадовались болельщики Ванкувера, которые заждались в составе команды защитника первой пары с прекрасным пасом и светлой головой. Это только начало! Филипп Задина показал себя не только неплохим хоккеистом, но и человеком, который за словом в карман не полезет. Правда, первые игры в составе Детройта вышли прямо скажем так себе, но дебютный гол в Эл Чех все же успел отпраздновать. В АХЛ получилось чуть лучше, но позиционирующий себя великолепным снайпером Задина забросил очень мало. Посмотрим, что будет дальше. К Барретту Хейтену в Аризоне пока отношения очень аккуратные. В мясорубку матчей Энхэл он не был готов броситься с первых же матчей, но зато в Лиге Онтарио в этом году в разы увеличил свои показатели, а также поиграл за сборную страны своего возраста. Возможно, и в следующем году мы его будем редко видеть в составе Кайотс, но Хейтен тот тип игрока, который созревает позже других. А вот весельчак и жесткий парень Брэдди Ткачак сразу показал себя своим в составе Оттавы. 71 матч, 22 плюс 23 по системе гол плюс пас. Для 19-летнего форварда в первый сезон можно расценивать как великолепный результат. Сенаторы пока не способны бороться за высокие места, но Ткачак пришелся ко двору и обязательно будет прогрессировать. Его уже не любят многие соперники. Он не стесняется хитовать все, что движется, и при этом набирает очки. Еще один достойный продолжатель дела Отца Ван Хелл. Есперик Кот Каньеми попал в состав самой безумной франшизы Ван Хелл, и были опасения, что внимание монреальских медиа и болельщиков могут надломить 18-летнего Фина. Но он с честью пока выходит из этой ситуации. Сходу стал вторым центром команды и отыграл 79 матчей на очень высоком уровне. Похоже, канадиенс действительно выбрали звезду. Главное, по старой доброй монреальской традиции, самостоятельно ее не загубить. Андрей Свечников отыграл весь сезон от звонка до звонка, впечатлил партнеров, болельщиков и специалистов. Тренерский штаб Каролины грамотно раскрывает потенциал своей молодой звезды, и Андрей уже начал это доверие оправдывать. 20 заброшенных шайб, 17 результативных передач, огненная трека с Овечкиным в плей-офф, а также 3 плюс 2 в играх на вылет. Для молодого крайнего, играющего пока что не в первом звене, довольно неплохой результат. Расмус Долин вдохнул в болельщиков Баффало надежду на светлое будущее. Первые игры швед осваивался и боялся ошибиться, но потом заиграл активней и вообще так, как умеет. 35 результативных передач для первогодки – великолепный результат. Долину еще много, над чем предстоит поработать, ведь частенько его очень легко обыгрывали один в один. Но парень быстро учится. Сезон для первого номера драфта вышел очень хорошим, и свой высокий пик Долин полностью оправдал. Осталось не останавливаться в развитии. На этом все. Продолжайте следить за этими 10-ю бравыми парнями, ведь многие из них будут определять лицо лиги еще многие и многие годы. А если вам понравилось это видео, ставьте свой итоговый хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч. Пока!